Всем привет, всем доброе утро! Сегодня воскресенье. Я в повязочке, как индейская женщина. В общем, закатываю рукава, а вернее без рукав, чтобы свободно себя чувствовать и буду заниматься домашними делами. Уборкой, стиркой и готовкой. В общем, дел куча, не знаю с чего начать. Буду потихонечку вам показывать, чем я буду заниматься, а там посмотрим. На прямой эфир я не смогла выйти, нет времени, ребята. Всем огромное спасибо, кто вышел на прямой эфир, вот когда я делала мастерской. Спасибо за вашу поддержку, за просмотры, за комментарии. В общем, неплохо все прошло, я просмотрела, оставляю этот эфир в эфире. Итак, буду начинать, начинать работать по дому. А вы со мной. Ух! Ставь, мой бак! Целый год, как это. Вон, семейка молодая. Мамочка с двумя собачками, а папа направляет машинку детскую. Класс! Так, ребятки, мой дел оживился. Снимайте машинку. Убирайте. Сюда в лесу ступну. This is good. This is good. I like. И не хочет, чтобы я снимала. Ну ладно. Ну это уже хорошо. Помыл бак. Видите, занялся машиной. Слава богу. Показываю, что Лерой натворил. Посмотрите. Был нормальный стульчик, чтобы одевать обувь, да? Посмотрите, что он сделал. Видите? Одни избытки. Это уже нужно перебивать. Мы уже не трогаем. Но если он дотрагивается снова, мы видим на полу по ошметкам. Сейчас мы его ругаем и наказываем. Он сидит в своей комнате. Видите, что делается? Также сейчас я вам покажу тоже. Погрыз. Погрыз. Или когтями. Посмотрите, что творится с дверями. И со стенкой. Смотрите, в комсе с дверями. В общем, кошмар, ребята. Одни убытки. С этими песиками. Посмотрите, углы. Также. Видите? Обрабатывают. Мало игрушек. Мало игрушек. Имеет целую торбу игрушек. Так, вот я только протерла стекла на дверях. Ты опять прыгаешь. Опять своим носом пачкаешь. Только, девочки, протерла. Буквально 20 минут назад. Погода шикарная у нас. Жарища. Очень жарко. Сейчас я вам покажу, что у нас с огородом. Но ничего хорошего. Были же похолодания. И я же вам показывала, я накрывала пленкой все это тело. Ну, все. Нужно уже снимать эти огурцы. Ну, не огурцы, а листья срезать, срывать. Потому что это все уже мороз уничтожил. Ну, вот, видите, помидорки еще немножечко вот так вот есть. Вот черепа. Еще вкусно. Сорт помидоров. Еще до сих пор. Так, лиеночка постоянно открывается. Что у нас еще здесь живое? Арбузики у меня еще живы. Клубничка еще жива. Смотрите, даже есть клубничка. А, посмотрите. Ух ты. Сейчас я съем тебя, клубничка. И здесь, смотрите, какая большая. Так. Такая вкусная, как земляника. Ну, и вот что осталось с помидорами. Все подсосыхало. Сейчас я уже не собираю. Мурочка мне посоветовала снять зеленые помидоры, чтобы они дозрели уже в помещение. Но они не дозревают, к сожалению. Я несколько помидор, таких бурых, бросила в аджик. Мы уедем. Я на арбузики сорву уже. Потому что питание, наверное, уже не идет. Они уже не вырастают. Вот этот горешок. Вот от этого ствола и будет арбузик. Кормидорки надо сорвать. И морковочка, девочки. Вот у меня ряд морковки. Одну я хотела сорвать. Сорвала. Сорвала. Но маленькие еще плоды. Поэтому я еще не срываю. И она, видите, не примерзает. Потому что можно ее оставить. А огурцы нужно уже удалять полностью. Ну, вот так, видите, вот такой огород у меня. Суночь я укрываю арбузики вот этим ящичком. Этой коробочкой накрываю. Все, практически все уже вымерло. Мой огородик опустил. Нужно еще сжечь. Видите, я в течение сезона что-то срезала. Вот помидор уже срезала потихонечку. И вот то, что я срезала, нужно будет сжечь на зиму. И весь этот пепел золу нужно будет сбросить в огород и перекопать. Вот так, ребята, елки так подросли хорошо за лето. Очень хорошо подросли. Яблонька моя. Видите, я посадил просто яблонь. Яблонь. Обалдеть, хорошо подросла. Зависать, видите, ветер. Ветер сносит ее немножко. Отлично подросла. Вам не слышно. Малинка тоже очень хорошо подросла. Ветер сносит один кустик. И вот второй. Немного я решила полить помидорки, пока солнышко. И морковочку. И арбузик. И клубничку. Так, где-то корешок от арбуза. Корень. Все. Сделал уже скрутил шланг. Видите, мне приходится поливать уже, как говорится, вручную. Тащить эту воду. Девочки, что я хочу сказать. Смотрите, я не поливала несколько дней клубнику. И чем меньше ее поливаешь, смотрите, тем больше плодов. Как это так? Получается, что клубничка не любит воду. И что я решила на следующий год? Посажу лучше больше кустиков клубники. Вот что я решила, девочки. А помидоры подзажу всего лишь два куста. И огурцов тоже не такое количество, а уменьшу. Арбузик. Слышите? Звук хороший. Мне кажется, что даже созрел уже. В прошлом году у меня тоже два арбузика выросло. Я думала, ну, наверное, зеленые. И что вы думаете? Я разрезала обалденный вкус арбуза, хотя и маленький. Это, наверное, такой сорт. Мини-сайз. Так что, скоро я их разрежу, ребята. Все. Пока солнышко еще не зашло, пускай они еще побудут. Погуляют у меня под солнышком. Она начинает накрою опять. Значит, что я сегодня делала? Я убирала вот эту стойку. Уже убрала. Ну, могу продемонстрировать мои подсвечники и сами свечи, девочки. Кто-то меня просил, Лиля, снимите, какие у вас вазы есть. Ну, ваз не так уж много. И они не представляют никакой ценности. В общем, просто я делаю такой обзорчик. Это я когда-то собирала свечи, девочки. Остановилась, потому что конца и края нет. Вот, смотрите, вот такая у меня свечечка. Вот там у меня еще, видите, залежи. Все новенькие свечи. Смотрите, вот под кору дерева у меня есть свеча такая, даже две. Да. Понемножечку я отсылаю сестре. Вот, Лерочке поставлю свечечку. Вот такая у меня статуэточка есть. Ангелочки. Я тоже когда-то собирала ангелочков. Остановилась. Вот это очень хорошее. Но это не статуэтка. Как это назвать, девочки, не знаю. Очень, смотрите, я даже не могу поднять одной рукой. Очень тяжелое. Это я купила на гараж с Эли. Видите, здесь информация вся отклеилась. Отклеилась, но очень тяжелая, наверное, мрамор, какой-то камень. Она мне очень понравилась, и я ее собрала. Вот такая свечечка, видите, в виде птицы. Вот такие подсвечники. Вот там еще свечи. Вот такой подсвечник. Очень тоже тяжелый, наверное, наверное, из чугуна. Вот, да. Вот такие подсвечники. Для маленьких призимистых свечей. Тоже мне понравилось. Вот там подсвечник. Вот такие часики мне понравились. Ангелочек с коллекции. Опять подсвечник, опять свечи. Вот такой шикарный подсвечник. Вот такая свеча. Смотрите, лошадь. Очень красиво. И оригинально. Вот там свеча, она ароматизированная. Очень классно пахнет. Вот с какими-то сандаловыми терпкими запахами. Очень хорошая свеча. Этот кокос мы привозили с Кариб. Естественно, там молочка уже нет. Было молоко. Уже высохло. Молочка уже нет. Уже, наверное, порошок там молочный. Вот эти вазы Дэл привозил с Афганистана. Это, по-моему, Оникс. Да. Это его любимый комплект. Вот ваза. Одна, вторая. И вот так на стену идет. Видите? Такой декор. Вот это Дэл любимый декор. Опять там свеча. А вот это мои любимые весы, девочки. Это хрустальные подставочки, тарелочки. Вот это тоже очень тяжелое. Наверное, медное. Не знаю. И сами весы тоже очень тяжелые. Тоже, я так думаю, что медные. Замочки такие. Не знаю. Мне кажется, что какую-то ценность они имеют. Тоже я купила на сейле. На сейл гараж. Вот это вещи, которые могут взять твое внимание. А то, что я проходила вот по недавним сейл гаражам, ну просто вообще не на что бросить взгляд. Вот эту шкатулочку я тоже купила на сейл гараже. Мне понравилось изображение вот этой девушки. Не знаю. Вот как бы ее оценить. 24 доллара они хотели. Не помню, сколько они отдали мне. Не помню. Вот такая шкатулочка тоже. Думаю, что ценность имеет. Вот так здесь, в принципе, ничего ценного нет. На этой стоечке мне нужно ее еще прибрать. Тоже протереть пыль. Здесь у меня такая игрушка. Обожала. У меня несколько таких тоже их собирала. На ниточке. Вот здесь вот такая идет регулировка. И она танцует. В общем, классная. Ну что, наверху еще тоже изделие из Оникса. Дел тоже привозил с Афганистана. Видите, вазочки. Лев. Там вазочки. Тоже это все из Афганистана. Куколка. И вот так вот ей нужно управлять. И она танцует. Ну, конечно, нужно потренироваться. Вот, смотрите, она танцует, бьет в эти тарелки металлические. Нужна сноровка и тренировка. Вам могу показать. У меня еще есть несколько таких куколок. Мне они очень нравятся. Особенно, когда есть дети маленькие, можно устраивать какие-то спектакли, концерты для деток. Вот, смотрите, еще один клоун у меня такой есть. Видите? Тра-та-та, тра-та-та. Мы везем с собой кота, чижик, собачку, кошку-запиячку, обезьяну-попугая. Вот компания какая. Хей-хей. И вот такой клоун у меня есть. О, замечательно. Посмотрите, как красиво он. Разукрашен, оформлен. И вот на таком парашютике. Класс. Вот такие у меня игрушечки есть. Компьютер мой. Нужно продавать тоже. Столько мне мой сын Дэниел накупил всех этих гаджетов, что я только пользуюсь айпедом, значит, телефоном. Часы, значит, ему отослала. Говорю, Даник, мне не нужны вот эти все гаджеты. В общем, почти не пользуюсь. Отсылаю. Продавай. В общем, он мне накупил. А я, вот видите, должна продать это. Ну, не пользуюсь. Плюс еще он мне этот макбук купил на день рождения, привез, поздравил меня. То есть у меня очень много уже всей этой электроники, но я не пользуюсь. Вот здесь я распечатываю лейблы для ЭБЭ на отправку посылочек, пакетов, бандеролей. Ну, и для новеньких я могу сделать обзорчик моих картин. Вот эта картина, написанная маслом, я ее купила в Секонд Хэнте. Очень понравилась мне эта картина. Я ее забрала. Не помню, девочки, за сколько купила, но не за много. Следующая картина написана тоже маслом. Видите, такие натюрморты. Очень подходит к кухонной зоне. И вот эти мои картиночки тоже в Секонд Хэнте брала. Это, по-моему, гуашь, я так думаю. Это моя Монализа. Была распродажа в Моле. И я ее купила, девочки, по-моему, за 50 долларов. Что Дэл протестовал, не хотел. Она очень большая. Куда ты ее повесишь. А мы только заселились в этот дом. Я говорю, я знаю, куда я повешу. Я знаю. У нас есть стены, которые пустые. Я уже знаю для нее место. И, в общем, вот так она расположилась. Я думаю, что я неплохо нашла ее место. Следующая картинка. Картинка. Картина. Это масло. Тоже мне понравилось. Она подходит под тон стены. То есть она вписалась здесь. И рамка сама. Неплохая. Это репродукция. Это репродукция. И мой треножник, девочки. Вот смотрите. Треножник. Очень хороший. Старинный треножник. Антикварный. Что вам показать? Видите? Все резное. Все резное. Это я так поставила эту картину. Конечно, ценности она никакой не имеет. Если будет какая-то подходящая. Я, конечно, поменяю. Продам, подарю. Вот такой треножник у меня есть. И вот. Планы на старость. Буду рисовать, девочки. Но Делл мне купил беспрекословно этот треножник. Я захотела. Он, значит, сто... Смотрите. Вот показываю еще. Он стоил 250. И мы торговались. Если я не ошибаюсь, за 150 Делл мне купил этот треножник. Очень хороший. Что еще вам показать? Что вам еще показать? Ну, вот эта мадам должна идти в сад. Но пока сада нет. Пока мы не сделали площадку для отдыха. И вот она здесь находится. Вот это я брала тоже. Она, конечно, более современная. Но она вписалась. Вот так как в доме были вот эти лампы вечернего освещения. И вот эта чеканка вписалась очень хорошо в это место. Плюс еще столик, который у нас был. И хорошо вписалась. Вот эту вазу Делл тоже, по-моему, или с Иракой, или с Ираной привозил. Тоже шикарную вазу. Думаю, стоит немало денег. Вот эту картиночку тоже я брала на распродаже в нуле. Тоже 50 долларов выдавала. Ну, вот если ее продавать, то ее можно, конечно, продать не за 50. Посмотрите, какая шикарная рама. Очень тяжелое обрамление. Сама рама очень тяжелая. Картина, я понимаю, что это репродукция. Но рама шикарная. Я вот, можно сказать, только из-за рамы ее взяла. Там у меня еще, видите, статуэтка. И не статуэтка. Как же это называется? Когда половина толщины. Очень тяжелая тоже. Это в магазине брала. В мебельном. Там продавались аксессуары тоже. Для дома. Так оно вписалось. Но эти вазы, мне кажется, надо убрать. Потому что вазы направлены вверх и светильники вверх. Очень много наляписки. Нужно убирать эти вазы. Но руки не доходят. Так оно уже и сидит там, как говорится. Ну, по кухне. Вот Ляна у меня натуральная. Видите, окошко здесь, в кухне. И Ляночка очень хорошо себя чувствует. Очень разрослась. Я ее, естественно, поливаю. Иногда витаминчиками я ее кормлю. И она очень хорошо себя чувствует. Это не ваза наверху. Это светильник тоже. Соникса. Очень тяжелый светильник. Тоже Дэл привозила. Ну, и вот так декорацию я поставила. Тоже вот накупила. Видите, вот эти овощи, фрукты. И взгромоздила. Знавесочек покупала в очень дешевом магазинчике. По-моему, даже доллар три. Где все по доллару. Но завесочка очень хорошо вписалась. Подходит и под цвет мебели. Под цвет стен. И спокойно такой зеленый бутылочный. Пригнушенные все цвета. Вот. Показываю еще эти декорации. Бутылочки. Вот так я потихонечку собрала. На все поверхности этих шкафов. Одного стиля. Вот эти декорации. Фрукт овощей для кухни. Все. Ну и зайдем в спальню. Я уже показывала эту картину, которую я заказала в Одессе. На наш день бракосочетания. Это подарок. Новой семье. Американско-украинской семье. Так. Что еще здесь из картин? Ну вот этот кувшинчик. Тоже написанный маслом. Натуральная картина. Девочки, что еще? Эти каврики. Ну, это репродукция. Это репродукция. Ангелочки. Мне понравились. Вот один ангелочек. Это мы. Для новеньких делаю обзорчик. Это когда Дэл мне делал предложение в ночном клубе. Видите, стал на колено. Я тоже что-то присела. В общем, запечатлели вот этот момент. Так. Сейчас. Сейчас, ребята. Вот еще один ангелочек. Потому что я собирала. Собирала. Вот репродукция ангелочка. Мне тоже очень понравился. И он был в комплекте. И я его взяла. Ой, такой красивый. Такой красивый. Прелесть. Вот Мадонна с ребенком. Тоже мне очень понравилось. На гараж сейли я купила. Было сделано в Германии. Тоже очень тяжелое. Наверное, гипс, конечно же. Но красиво сделано. И подходит в эту комнату. Так. И все, девочки. Подсвечники. Вот еще тоже. Очень тяжелая. Очень тяжелая Мадонна с ребенком. Тоже она мне понравилась. Поэтому я ее взяла. Ну, вот ангелочек еще. Тоже. с коллекцией. Вот так. А вот этих ангелочков я дарила Дейлу. Когда он впервые приехал на встречу для знакомств. И я не знала еще результата. Подойдем. Понравятся мы друг другу. Но, когда закончилось знакомство, встреча, я ему подарила. И сказала, в любом случае, я желаю, чтобы ты нашел себе пару хорошую женщину и был счастлив. И вот так я ему подарила. Кстати, каждому, с которым я встречалась, мужчине, который приезжал ко мне, я дарила ангелочков. При любом раскладе, как говорится. Ну, вот. Начинаю со стирки. Вот, смотрите. Моя корзина и Дела корзина за неделю. Вот, можете сравнить. Да? Меняют вещи точно, как перчатки. Чистоплотный ты мой. Ой, да. Беда. Так. Ну, начинаю стирку. Сейчас соберу еще постельное белье. Поливаю цветочки, девочки. Но цветы уже, уже никакие. Видите? Здесь еще сохранилось. Погода непонятная. Непонятные погоды. То холодрыга, то жара. Сегодня жарко, но сегодня очень ветрено. Так. Проверим эту ерунду. Пошли. Пошли. Вроде бы ничего. Вроде бы ничего. Вроде бы ничего. Видите? Зелененькое. Не пострадало. Я ее немножко замазала. И забинтовала. Можно увидеть. Нормально. Нормально. Это тоже шикарно. Вот я подкармливала. И смотрите. Такой хороший плотный шарик. Вырос за лето. Отлично. Ребята, я что-то увидела. Что-то увидела. Что-то, 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 что-то есть у бегемота. Сейчас я вам покажу. Переключу камеру, покажу. А это велосипед. Соседи выставили. Довольные хлеба. Прекрасный век. Все есть. Немножко заржавело, но это все можно почистить. Видите, какие доброжелатели. Пожалуйста, Леня, горы. У меня точно так лучше. У меня только руль немножечко от рукой. Здесь видите, кривой. Забирай, Лиля, забирай. А мне не надо. Я на своем не езжу. Наверное, нужно будет продавать его. Я купила его два года назад. Дейл-велосипед мы продали. Вернее, я продала. Ох, такое солнце. Дейл-велосипед я продала год назад. А свой еще вот лежит. Никак не могу заняться. И вот соседи, видите. Забирай, забирай. Это фри. А мне не нужно. А я просто делаю видео для вас. И я и сказала, что у нас в стране такое редко увидишь. Выставляют только поломанное уже. Как говорится, те вещи, которые не работают. Не в рабочем состоянии. А здесь вот так, пожалуйста. Ну что, мои хорошие. Все. Сделала небольшой обзорчик сегодняшнего дня. Моего выходного. Чем я занималась. Немножко освежила в памяти. Особенно для новеньких я сделала небольшой обзорчик. Какие коллекции я собирала. Да, и ангелочки, и свечи, и подсвечники, и картины. В общем, все это уже прекратилось. Потому что конца и края этому нет. Очень много. Итак, я уже собрала. Стирка будет продолжаться до поздней ночи. Пью кефир, делаю перерыв. И сейчас буду готовить ужин. Затем иду немножко подгонять работу. Завтра выхожу на полдня. Так как у меня есть два очень важных свадебных платья. Которые я должна завтра примерить. И послезавтра я должна их отдать. Поэтому я выхожу на работу. Ну, вот так, в общем-то, и день и прошел. Не смогла я выйти на прямой эфир. Но нет времени вообще. Понимаете? На прямой эфир тоже нужно потратить. Сами вот, понимаете. И час, и полтора, и два. Иногда доходит. Поэтому никак, девочки. Хочу сказать огромное спасибо тем, кто поделился своими рецептами. Это Адочка, да. Аджика с яблочком. Это что-то для меня новенькое. Хочу сделать, попробовать. Но это будет на следующий год, следующий сезон. Обязательно сохраню ваши рецепты. И сделаю. И, по-моему, еще Кенти. Вот ее никнейм. Тоже мне выслала свой рецепт аджики. Ну, вот так, девочки. Спасибо огромное за ваше внимание. Что вы тратите время на просмотры моих видео. Для меня это ценно. И подстегивает, и стимулирует к дальнейшим съемкам и показу моей жизни. Всем спасибо. Всем хорошего дня на завтра. Спокойной ночи на сегодня. И увидимся в следующих видео. Пока, ребята. Пока. Готовлю ужин. Вот криветочки. Небольшое количество. С острым соусом. Чеснок. Небольшое количество зелени. И немножко соли. Сейчас вам покажу, как я спормирую блюдо. И на этом все. Я отварила равиоли с крабовым мясом. Добавила немного сыра. И после отварки изливочным маслом. Смазала. Вот так я выкладываю. Сверху криветочки. И криветочки. Сверху криветочки. Под острым чесночным смыслом. Ну как вам? Оцените. Пишите комментарии. Не хочется знать. Пишите комментарии. Пишите комментарии. Продолжение следует...